Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Magic 2015, в мире Шандалар у нас бой хранителей Онаки. Онаки, 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 Онаки. В катакомбах вас встречает древний дух безумного шамана Онаки. Заходясь хриплым хохотом, он говорит вам, что пророчество свершилось, мир убийца, демон великой силы очистит Шандалар, и Онаки восстанут из мертвых. У вас появляется дурное предчувствие, кажется, вы знаете, кто такой этот самый мир убийца, я даже так скажу прямо, это Горук. Это вот плохая рука. Ну это получше, но существ... Ну ладно, посмотрим вдруг, что да получится. Может вот такой... Ну сейчас посмотрим, что получится. Получится что? О, тритон, которого нельзя блокировать. Это хорошо, но мало, этого мало. Тут нужны летающие существа, классные ауры, потому что колода, вся вот эта, хранители Онаки, рассчитана на использование кровожадности. У него много противных мелких существ, но у которых есть кровожадность. Вот такое. Минус один, минус один, и не может блокировать. То есть он нам уничтожает просто так единственное наше существо. Вот просто так. Просто вот нельзя так. Хм... Сгоняющая жрица. Как бы, давайте мы пока ее не будем разыгрывать, но ничего. Вот, и это хорошее. То хорошее. И это, это изгоняет, это поворачивает. Что-то надо выводить. Ну давайте мы продолжим. Что он выведет? И мы ему это обломаем с помощью первого, или второго, или обоих сразу. Ну, что ждем? Вперед! Кровавый огур, первый удар, кровожадность 2-2. Первый удар плохо. А что нам зашло? Верните целевое существо в руку его владельца. Предскажите один. Нет, ну, конечно, можно их так потихоньку побивать. Давайте, возможно, начнем с этого. Вот с этого. И оставим одну синюю на всякий случай. Вот, мы выходим. И кровавого огра как бы себе подчиняем. Ну, не подчиняем, но блокируем. Но только пока эта самая изгоняющая жрица у нас на поле боя. Ну да. Что? Ваш ответ. Так, у него уже 4 маны. 5 карт в руке. Вот бы-то у него все земли были. А с колода, чтобы ничего ему не приходило. Было бы здорово. Так, ведь, наверное, нет. Выводит еще одного кровавого огра. Хорошо. Выводим. Вот, а мы... Нам вот-вот и все хорошо. И это бы вывести. И это бы вывести. А синих карт у нас мало. Ну, даже не знаю. Ну, давайте мы его... Пожалуй, вернем ему. Мгновенное. А это волшебство. Мгновенное оставим. Для мгновенных случаев. А тут вот так. Ну, и теперь мы даже можем заатаковать. Нужно синих земель побольше. Во-первых, вывести... Убер-карту облачных хищников. Во-вторых, все остальные. Чтобы он как бы... Помутировал. У него эволюция. Когда выходит существо с большей силой или здоровьем, то... Ну, по нашим контролям. То он увеличит на плюс один, плюс один. Так, чё? Чё он задумался? Опять выведет Огра. Да. И он ему стоит три маны, между прочим. Хорошо, я за. Выводи. Ого. Ну, классно, конечно. Но опять же все... Ладно, давайте мы, наверное... Хм. Все нужно. И то, и это, и как хочешь. Все нужно, но... Ну, вот... Давайте, наверное, рысь выведем. Ну, хотя бы просто разворачивает то существо. Не убирает, не устраняет, но разворачивает. То в целом хорошо. Срочно синих и побольше. Так, 16-20. Вообще не показатель. Потому что у него целая толпа существ с кровожадностью. Поэтому нельзя вообще допускать ударов по себе. Потому что вначале атакуют, наносят удар, потом разыгрывают землю. Или может быть она же разыграна. И выводят существо с кровожадностью. А там не только кровожадность 1, а встречается 2 и больше. Так, что он... Где наши волшебные... Ммм... Синие карты. Хоть какая-нибудь полезная. Так, пока что он повернутый. Но в следующий ход он уже будет атаковать. Ну блин, нам синих не хватает. Катастрофически. Ладно. Забери свое существо. Атакуем уже двумя. Что делать? Что делать? Быстрее атаковать. Можем еще раз вернуть в руку владельца. То есть, ну, может быть, нанесем еще кусочек урона. Не хотел бы так радоваться. И опять нам надо синих больше земель. Ну то есть, нужно один синий, чтобы вывести этот облачный хищник. Чтобы на этом же ходу либо осталось на заклинание что-то, либо вывести еще, например, лунную цаплю. Чтобы увеличить здоровье и все такое этого хищника. Так, двенадцать. Продолжаем. Что он затеял? Опять выводит Кровавого Ограда. Ради бога. Это ему все время стоит три маны. А, ему земли не приходят, что ли? Да не может быть. Нам белая пришла. Обалдеть. Так, он по-прежнему может нас блокировать. Ну, да, блокировать. И у него первый удар, то есть, это плохо. Ну что ж, давайте мы вернем с помощью уже этого. Так вот, потроллим его еще разок. Напоследок, но все же. Вдохновение. Давайте вниз, наверное, его. Или вниз, конечно. Но только с надеждой, что тут будет синяя земля. Иначе все это было вообще никуда не годится. Так, остается у него восемь. Теперь-то он уже нормально выведет этого Огра. И мы теперь его никак, ничем и не блоканем-то, собственно. Вернее, не блоканем, а не сможем сквозь него атаковать. Ну, задумался он что-то. Ему надо скинуть карты. Он выводит опять Огра-воина. Скидай карту. Тебе восемь. Земля. Обалдеть. Летающее существо при этом. Ну, как все плохо сразу стало. Да. Ну, что делать? Лунную цаплю выводить, что делать? И топор. Топор выводить тоже, да. Собственно, вот и все, что мы можем пока сделать. Атаковать. Бессмысленно этим нельзя. Вот этим нельзя атаковать, потому что вернется его Огра. А этим... Вот просто он его бьет первым ударом. Одна надежда только на летающие существа. И что нам придет какая-нибудь хорошая карта. Так, что же он сделать? А он будет без всяких зазрений атаковать вот с этим своим Огром. И приспокойненько его будет убивать. Если мы будем блокировать. Нехорошо. Нехорошо. Ну, мы не блокируем. Он сейчас выведет существо с кровожадностью. Причем он может их вывести в море теперь. Как минимум два. Еще одного Огра. Сколько у него их? Так, нам надо добить вот этих восемь. Как угодно. Еще одно с полетом. О, боже. Земля, земля, синие. Блин. Два-два, один-один. То есть, если мы и даже заатакуем. Толку от этого немного. Так, сейчас пойдет у нас все в разнос. Ну, в принципе, есть топор, которым можно попытаться что-то провернуть. Как тут все сложно-то. Ну, хорошо. Продолжаем. Атаку мы пропускаем. Ждем его атаки. Ну, и может что-то нам придет на следующий ход. Будет вообще здорово. Мы можем даже снарядить чего-то где-то. Просто плюс два, плюс ноль. Не то. Если бы там был первый удар. Или что-то похожее. То еще можно было бы... Потом как-то наносить урон его в демограм. Ну, понятно. Так, что мы тут можем заблокировать так, чтобы не сильно потерять лицо. Ну, давайте хотя бы летающее существо устраним. Или нет? Подождите, подождите. Даже не с первым ударом. Нет. Значит, мы можем заблокировать вот этим. Блокировать. Остановить таймер. И... Не можем снарядить. Ну, ладно. Сейчас уж такое дело. Слив так слив. 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 Так, 13 на 8. У него два летающих существа. Правда, одно повернуто. И выводит еще гиганта Костолома. 4-4. На следующий ход мы получаем вообще по полной. Нам приходит какой-то, извините, отстой. Ну, может, не все таки плохо. Вернуть целевое существо в руку его владельца. Что же это может быть? Какое из этого нам наиболее неприятно? Да вот это нам неприятно. Ну, конкретно сейчас вот это неприятно, потому что... Нужно было поатаковать, а оно мешает. Ну, вот его и вернем. Что такое? Почему? А почему его нельзя? Кровожадность, полет. Ах, повернутые существа. Ну, из повернутых, конечно, вот это неприятно и это неприятно. Да не все неприятные. Он его опять выведет. Что-то плохо. Так, из атаки. Ну, конечно, можем этими двумя атаковать. Летучий он заблокирует, да и наземный он заблокирует. Так что особо тут не проатакуешь. Почему я не успел снарядить? Я бы, например, хотел еще что-нибудь снарядить. Ладно, пропустить. Атаку. Эй. Дайте я стряжу это на кого. Кто? Не хочет, но только во время основной фазы. Может, могу? Не могу. А, таки нету маны. Что ж я это? Ай. Совсем плохой стал. Блокирование. 2-2. Можем блокировать. Существом, может, 3-2. Стоит ли? Ну, хорошо. Размен. И он сейчас выведет еще одного огра или что-то похожее у него есть. Наверняка еще что-то. Шесть карт, между прочим, в руках. Ну, пока что огра. Ну, пока что огра. Хорошо. Огра как огра. Так, отмените целевое заклинание существа или ауры. Как бы... Существует способность. Ну, например, сюда. Ну, у нас получается 3-2. Ну, что... Ну, что... Кто-то, чего он ждет? Да, давай, вали. Так, стоп. Остановить таймер. Таймер остановить. Вот. Давайте мы его переснарядим. Да не тебя. Ну, а кого-то, кого будет не жалко и которым можно будет заблокировать вот это 4-4. Ну, например... Так, будет 2-4-2. 3-3 можно на одного из этих закинуть. Ну, например, вот на этого. Вот. Теперь он подумает, стоит ли атаковать. Ну, конечно, стоит. Он если тремя атакует, мы только 2 блокируем. И один дамаг нанесется, а значит, он сможет вывести еще одно существо с этим своим чудесным кровожадием, кровожадностью. Ну. Не решается атаковать, понимает, что это ему невыгодно. Ну, выведи что-то. Чтобы мы уже знали, что ты там вывел. Вечащий недуг. Получает минус 1, минус 1. Не может блокировать. И что же это будет? Ага. Плохо. Ну, что поделать. А так бы мы сейчас это отменили. Но... Обалдеть. Так. Вот. Грифон. И мы выбираем... Ну, пускай даже так. Вот так пускай будет. Атаковать мы сейчас не будем, потому что тут вот печалька. А, нет, уже не печалька. Повысилась-то сила. Потому что вышло существо с большей силой. Ну, значит, мы можем им атаковать. Либо переснарядить. Давайте мы оставим это на отмену заклинания существа или ауры. Вот. Так вот. А этим пока что атакуем хоть единичку. А вот тут мы ему отменим. Хоть что-то напакостим. И то будет хорошо. Так, 7 на 13. Дальше мы ничего не делаем. Оставляются ровно маны на отмену заклинания существа или ауры. И смотрим, что он вымутит. Он что-то может вымутить. Так, ищу землю. 5 карт у него. Атаковать не решается. Решается. Почему он думает так долго, как будто это я сижу? Нет, не решается атаковать. Но что-то же выведет. Давай, большое на всю ману. Безрассудный зверюга 3.1. С ускорением. Стоит... Что? Три маны всего. Да, давай, давай. Остановить таймер. И отменим ему этого зверюгу. Все, он больше ничего не сделал. Хорошо. Отлично. У нас есть мгновенное заклинание. Целевое атакующее или блокирующее существо любое. Ммм. Так, это же хорошо. Но самое хорошее, что у нас теперь есть существа с полетом. Которыми мы сейчас будем их добивать. Так, ровно 4 осталось на божественный приговор. И мы атакуем двумя существами. У него, конечно, есть мана на моментальное заклинание. Но, надеюсь, он их не будет проводить. А будет получать свой заслуженный урон. И очень надеюсь, что уже на следующий ход мы выиграем. Так, пока что все хорошо. Отменить, к сожалению, заклинание существа мы не сможем. Но это не страшно. Ну же. Продолжить. Так, еще земля и 4 карты у него. Земель 8. Там можно вывести много чего вкусного. Так. И ничего он не атакует. А выводит. И ничего и не вывел. Странно, но хорошо. У него 4 карты. Он ничего не сделал. Это подозрительно. Ну, я за. Мне, например, уже этот бой надоел. Блокировать он это не сможет ничем. Ну, и хорошо. Ну, и ладушки. Так, расхититель могил достижения. Хорошо. Победа. Ну, я понял. Значит, нам дали достижение. Расхититель могил. Разблокирован мир. Зенди кар. И бустер. Бустер. Шандаларский. Еще один. В котором, что ж тут есть. Да, все то же самое. Лучезарный фонтан. Та же земля, которая любую ману. Бесцветную, вернее. Первобытный охотничий зверь. Вот в прошлом бустере было тоже абсолютно самое. Звук трубы. Вот эта штука была. Атакующие существа получают плюс два, плюс ноль до конца хода. Муновенное заклинание. Тут фишка, что он 3-3 и порча устойчивый. Вот этого не было. Регатская огненная кошка. Элементаль кошка 4-1. Хотя, может и было. Кулак пожара. Встречался. Зачарованное существо получает плюс два, плюс ноль. И можно его пожертвовать, этот кулак. Нести два повреждения. Существу ли игроку? Так. Личинка гниложора уже была. Предательское убийство. Морозная рысь. У нас и так есть она. Силки пустоты тоже у нас есть. Безопасный проход. Хорошая вещь, в принципе. Можно даже взять в колоду. Предотвратить все повреждения, которые должны быть нанесены вам и существам под вашим контролем в этом ходу. Хорошая вещь. Вулканический гейзер. Тоже нормальный. Подмена. Поменяйтесь контролем над двумя целевыми существами. Это хитрая штука. Так. Элитный авангард. За одну белую. Существо человек-солдат 2.1. Это старая карта. У меня еще, кажется, в седьмом выпуске Magic Gathering седьмого. Как он был? Седьмой выпуск просто. Точно такая же картинка была. Так. И Огр Погонщик. 3-3. Существо Огр Воин. Каждый раз, когда другое существо выходит на поле битвы под вашим контролем, оно получает плюс 2, плюс 0 и ускорение до конца хода. Вот точно такое же было в прошлом бустере. Ну и ничего нового. Конечно, хорошая карта. Такое вот. И... Следующий мир. Победив шамана, вы разбиваете древний алтарь. В нем вы находите странный хрустальный шар. В глубине шара можно разглядеть бескрайние болота и грузную фигуру демона Обниксилиса. Обниксиликс. Господи. Так. Может быть, этот предмет поможет вам отыскать демона. Окей, может и поможет. И мы попадаем в следующий мир. Разблокируем мир. Ей-ей, не спеши ты так. Просто покажи мир. Вот он. Мир Зендикар. Да, но пожалуй еще я поиграю в Шандаларе. Попробую хотя бы одно исследование выиграть. А уж потом и Зендикар. Спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч.